Тема 812 Готовая еда на неделю Я не люблю готовить, но и готовую еду в ресторане не заказываю, потому что 1. Дорого Каждый день такую еду заказывать на всю семью не будешь 2. Слишком хлопотно Сначала нужно решить, что же я хочу заказать Это большая проблема, потому что моих представлений в этой сфере немного Потом нужно идти к телефону, звонить, общаться с оператором, говорить кучу слов, ждать курьера, быть с ним вежливой И вот сидишь дома голодная на распутье Есть хочется, готовить не хочется Со службой доставки еды общаться тоже не хочется А питаться все равно как-то надо Более того, нужно семью кормить Вот если бы привозили готовую еду не на один раз, а на всю неделю Например, один раз похлопочешь и пользуйся спокойно всю неделю Такой вариант питания будет 1. Дешевле, чем каждый день отдельное блюдо заказывать и платить за каждую отдельную доставку 2. Один раз заказал и целую неделю не подходишь к телефону Проголодался, залез в холодильник, подогрел привезенную еду, поел И слава богу, ни с кем больше общаться не надо 3. Не нужно напрягать мозги по поводу того, что заказать, что привезут, то и будешь есть По большому счету, голодному человеку какая разница, что есть, лишь бы вкусно и не отравлено Я раньше думала, а почему бы этим фирмам, которые еду готовят, не поставлять ее клиентам в больших количествах Как раз на неделю, ведь это всем будет выгодно Клиент получит недельный запас еды по недорогой цене Кухня за один раз заработает за несколько порций И вот на днях нашла в Москве одну фирму, которая исполнила бы мое желание питаться дома и не готовить самой Платишь 4500 рублей за набор еды на всю семью на неделю и живешь себе спокойно Идешь с работы домой и знаешь, что холодильник уже заполнен и уже нужно только подогреть Меню единое для всех заказчиков на всю неделю Два первых, два мясных блюда, два гарнира, одно смешанное блюдо, которое содержит и мясо, и гарнир В данном меню это перец фаршированный, три салата и один компот Ну, это очень даже богато Когда я готовлю на всю семью, у меня обычно на неделю бывает один суп, максимум два мясных блюда и чаще всего только один гарнир На следующей неделе наверняка будет уже другое меню, так что будете питаться разнообразно Живи я в Москве, обязательно так и питалась бы, если, конечно, в этой фирме хорошо готовят Даже на курорте я бы так питалась А то мы там каждый вечер выползали в магазин в поисках чего-нибудь съестного В кафе вечером не протолкнуться Обходили несколько магазинов с кулинарией В одном берешь салат, в другом шашлык Никогда не бывает так, чтобы в одном магазине все было В третьем покупаешь печенье к чаю и в каждом магазине, в своя очередь, не меньше один-пять Два часов обычно уходит на добычу еды для ужина и на ее доставку до дома Расстояния между этими магазинами довольно большие Разве для этого мы ездим на курорт, чтобы в очередях за едой стоять? Почему мы в той же кулинарии не покупали набор еды на неделю, а она столько не выдержит? Ее держат на теплой витрине, вокруг Которые еще мухи летают Если сегодня этот шашлык не съел, завтра его уже опасно есть Там даже вареная картошка больше суток не выдерживает Но это касается не только курортных кулинарий В наших местных магазинах типа Спар И магнита еда имеет срок хранения не более суток И она четко через сутки портится Поэтому особого выбора нет Либо готовь сам, либо мучайся ежедневными походами в кулинарию Либо платив три дорого за ежедневную доставку ресторанной еды Так что если кто-то еще не подобрал себе бизнес Умеет и любит готовить Примите на вооружение еще одну нишу в сфере питания Еда на неделю Спрос будет Повар китры Закупает продукты оптом Готовит большими порциями Поэтому получается относительно недорого Благодаря таким фирмам скоро и у нас будет развиваться бизнес-кухня в аренду Если в вашем городе таких кухонь еще нет Просто договоритесь с каким-нибудь работающим кафе А не вас к себе Пустят Да хотя бы ночью У них все равно оборудование простаивает В мире Мне кажется Сегодня существует тенденция Что люди все реже стремятся поужинать в кафе У нас-то в стране такой традиции вообще никогда не было В рестораны поужинать ходят в основном очень богатые люди или приезжие В прошлом году читала историю одной английской бизнес-вумен Которая сначала открыла ресторан в Лондоне А через несколько месяцев его уже закрыла Не могу, говорит, заставить людей ужинать в ресторане Люди сейчас стремятся к экономии и предпочитают есть дома Тем более что дома у нас теперь все И рабочее место, и тренажерный зал И дети под присмотром, и телевизор И если с работой со зрелищами дома вопрос уже практически у всех решен То с готовой едой еще нет Пользуйтесь этой возможностью Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин